МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВОЕВАТЬ НА ФРОНТЕ, СРАЖАТЬСЯ С ВОРУЖЕННЫМ ВРАГОМ, СТОЯТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО, ЗА ДЕРЕВНИЕ И ГОРОДА? Нет, проще ударить по мирному населению. Кроваво и истерично ответить на все успехи русской армии на передовой обстрелом по гражданскому населению. Да, такова тактика украинского командования, и пользуются они ей на регулярной основе. Праздник Святой Троицы Украина совершила кровавый теракт, ударив по Севастопольскому пляжу ракетами с кассетной боевой частью, которые противнику радушно передали американцы. Те еще любители покачать в ООН тему соблюдения военной конвенции. Так эталонно манипулировать законами и правилами в свою пользу нужно еще уметь. Именно эти кассеты и привели как минимум 150 пострадавшим и 5 погибшим. В Крыму объявлен траур, а СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В настоящий момент 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время 5 детей находятся в реанимации 5-й городской больницы. Увы, но чего-то подобного стоило ожидать. Киев уже не раз угрожал испортить полуострову туристический сезон. Например, в прошлом году советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что грядущий сезон будет горячим, очень и очень жарким и очень ярким. Ибо это будет сезон свободы. Но мы будем делать все для того, чтобы быть готовыми убивать врага в полном объеме. Кто-то на переднем крае, кто-то в тылу и так далее. И я еще раз скажу, это не вопрос патриотизма. До НАТО. Это вопрос осознания того, что Россия должна проиграть. А Россия должна проиграть. Не дипломатически. Тогда они облажались, но сейчас отыгрываются. Жестоко, бессмысленно и беспощадно. И помогает им в этом, разумеется, США, чей самолет-разведчик явно координирует удары. За сутки до теракта он, судя по карте передвижения, излетал вокруг полуострова все вдоль и поперек. Сколько это будет терпеть? Я не знаю, что там за красная линия такая с этим беспилотником, который, как у себя дома, курсирует возле Севастополя. Но сегодня РФ получила весомый повод ее, наконец, переступить и дать жесткий ответ. Потому что уничтожение таких беспилотников не несет за собой человеческих жертв среди натовских военных. А дальнейшее пребывание в гипнозе лишь усиливает у руководства США и НАТО чувство безнаказанности. Толкает их к эскалации и ведет к новым жертвам. Женщину, которая погибла, ее качали, но там уже без шансов было. Ее муж стоял, тоже раненый, но он еще себя нормально чувствовал, хотя ему тоже требовалась медицинская помощь. В одной из американских газет написали, что Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии. И глава Сербии Вучич, которого россияне успели записать в главного друга своей страны, даже не стал отрицать поставки. У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают, это их дело. Мне нужно позаботиться о своих людях. Вот и все. У нас есть друзья и в Киеве, и в Москве. Это наши братья славяне. Дружба дружбой, а деньги не пахнут. Моя работа заключается в том, чтобы заботиться об этой стране, заботиться о наших людях. Подоляк еще та штучка, глядя на дело своих рук в Севастополе, сразу после теракта разразился мерзким спичем. Воспитательница пострадала с нашего детского садика. Мне очень жалко людей. Мы в субботу были на пляже. В воскресенье вот это все случилось. Безысходность. Не знаешь, как людям помочь. Скользит атмосфера большой грусти, большой печали. Заявление подалека действительно можно трактовать как прощание Украины с Крымом. Ведь ранее местные политики хоть и позволяли себе оскорбления в адрес крымчан, но все же придерживались тезисов о том, что это наши люди, мы ценим крымчан и так далее. Теперь же офис Зеленского объявил жителей республики военной целью для ВСУ. И подобный подход коррелирует с популярной позицией украинских националистов, которая на мове звучит так «Крым будет або украинским, або безлюдним». Подоляк не самый умный сотрудник на Банковой, но именно он отвечает за публичную коммуникацию офиса и СМИ. Да, это так. И это надо воспринимать не только как угрозу, хотя это естественная угроза тоже, но как отражение действительности. Продолжение процесса сепарации Крыма означает для крымчан в первую очередь очень большую опасность. Там будет война. Как ответил на это Кремль, ожидаемо и строго по протоколу. Американский посол в Москве Лин Трейси была вызвана в МИД России. Ей был сделан Димаш из-за террористической атаки в Севастополе. А в сообщении на сайте МИД Российской Федерации также говорится, что Штаты фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения. При этом целенаведение и вот полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты. Поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт. В МИД заявили Трейси, что подобные действия Вашингтона, который выдал разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся. Последуют ответные меры. А ведь хочется увидеть ответ адекватный, сопоставимый, предупреждающий любые попытки в будущем сбросить запрещенное оружие на головы ничего не подозревающих людей. Тут был переболох такой, люди бежали, кричали. И когда люди кричат раненые, вот тогда я посмотрела, давай спасать. Мы – расходный материал, и вести борьбу можно только осознавая этот факт. Почему бьют по Севастополю? Причин, вероятно, несколько, и одна из них – просто тупая бандеровская месть. Никак не могут смириться с тем, что Крым как был, так и остается русским. Во-вторых, конечно, пытаются уничтожить инфраструктуру Черноморского флота. Ну и, конечно, одна из целей ударов по Севастополю – вызвать тотальное негодование крымчан. Что вот вы вернулись в Россию, а она-то вас не защищает? Ты возродишься, крымская земля, под русским флагом солнца и свободы. Поэтому ответ должен быть и не из серии. Мы вызвали на ковер американского посла и сделали ему а-та-та. Плевать им на эти ноты протеста и возмущения. Ответ должен быть сопоставим, чтобы больше было неповадно. Чтобы сотню раз подумали, нажимать ли на кнопку пуска, чтобы держали в голове последствия. СВО идет уже третий год, а удары по русским городам никуда не делись. И очень хотелось бы, чтобы возмездие форсировали и, наконец-то, научились мстить за людей, которые мечтали о мире, а получили кассетные боеприпасы с небес. Субтитры создавал DimaTorzok